Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и у нас стартовал новогодний аукцион. Как я и обещал, я буду стараться делать честные обзоры на все эти танки, для того, чтобы вы для себя понимали, что стоит брать, а что не стоит. Я выписал себе, за сколько машинки продавались просто так. Давайте зайдем с вами на аукцион, посмотрим, что там есть. Хотя я больше чем уверен, что вы, ребят, все это уже давно видели. Так вот, ребятушки, что я вам хочу сказать. Машинки абсолютно, абсолютно, ребят, разные. На любой цвет, на любой вкус. И это далеко еще не все, что ожидает нас на аукционе. Дальше будут новые машины, поэтому не спешите, ребят, не спешите тратить свою голду, если в списке автомобилей, которые выставлены на продажу, нет того, чего бы вы хотели себе приобрести. Давайте сразу пройдемся по ценникам. На все ценники, ребят, сказать не могу. Не все, к сожалению, помню, что сколько стоило. Из того, что помню. М41Д продавали ранее за 3000 на Черную Пятницу. Но я думаю, что это был честный ценник на данную машину. Что же касается 5500, дороговато. Защитник стоил 7500, когда продавались все защитники, то есть все Defender'ы выставили на продажу. И там он стоил 7500, сейчас 8500. Т-26Е5. Машинка известная. Продавали за 6500, также ее и выставили. Объект 252У. Выставляли тоже за 8500. Точно так же СУ-130ПМ. Очень классная машинка. Ее выставляли за 8500. Кунзе Панзер. Если я правильно читаю, выставили сейчас за 5000. Машинка очень приятная, но крайне-крайне специфичная. И ценник на нее я не помню. Я ее получал абсолютно бесплатно. Поэтому, ребятки, не могу вам сказать, в какой ценник ее можно оценивать. Но в целом я бы сказал так, что цена где-то в 4000. Для нее прям вот 5000, конечно, все-таки, ребятки, дороговато. Что касается Defender'а МК-1. Его выставляли вместе с остальными Defender'ами. Тогда за 8500. И сейчас тоже 8500. Точно так же и Химера за 10 тысяч сейчас. И тогда тоже продавалась за десятку. Под словами тогда, ребят, я имею в виду момент, когда эти все машины выставлялись просто так в магазине. И вы в любой момент могли зайти и приобрести себе любой из этих аппаратов. Что касается могильщика, ребят. Я не помню, во сколько его оценивают. Дело в том, что могильщика просто так в продаже я не видел. Последний раз я его видел тоже на аукционе. И я думаю, что на сегодняшний день приятный ценник для данной машины где-то в районе 7500. Просто машинка очень фановая, очень прикольная. Да, безусловно, это не нагибатор 8 уровня. Но, ребятки, на своем левеле машинка играется очень приятно. Соответственно, я бы ее оценил в 7500 косарей как очень приятную цену для машины. Ну и тем более машинка очень редкая. Дракула на сегодняшний день не играется вообще. Вот просто от слова совсем не играется. Ценник на него я сложить не могу. Я, честно говоря, оценил бы его, не знаю, тысяч в 7. Это вот, ну, потолок цены. Потому что машина на сегодняшний день практически негодная. По крайней мере, если вы, ребят, среднячок по игре, не скилловый игрок, соответственно, ну вот поверьте мне на слово, что в ваших руках конкретно данная машина отыгрываться хорошо не будет. Не ведитесь на его славу, не ведитесь на его, там, былую, точнее, славу, да, и на его редкость. Вот на сегодняшний день машинка практически неиграбельная в современном рандоме. Что касается AMX M4 MLE 54. Машинка специфичная, далеко не для всех. Я видел эту машину в боях, никогда ее не катал. Честно говоря, пока думаю, приобретать, не приобретать. У меня есть другие претенденты. Голды не так уж и много, поэтому, ребятки, очень сильно сомневаюсь, что машинку брать буду. Но мне в бою, как союзник, она мне понравилась, а как противник не очень. Потому что обладает довольно неплохой броней. Но на этом, в принципе, я бы сказал, и есть ее основной позитив. Что касается Бурэскуая, в ближайшее время, буквально в течение нескольких часов, появится обзор на данную машинку. Я сделаю обзорчик, выложу, ну и, соответственно, покажу вам машину такой, какая она есть на самом деле. Что касается Чифтейна, обзоры у меня на канале есть. На Чифа 17,5 тысяч. Это вполне нормальная стоимость для данного аппарата, если он выставляется просто на продажу в магазине. Что же касается, ну, цены в 17,5 тысяч на новогоднем аукционе, я считаю, что можно немножечко подождать и хотя бы на косарик дешевле себе приобрести, если данный аппарат вам нравится. Ну и объект 752, я, честно говоря, не помню, за сколько выставляли его на продажу, поэтому здесь врать не буду. Я за честность и не собираюсь вам, ну, как говорится, заливать в уши, если в чем-то не уверен или чего-то уж прям честно не знаю. Что касается ценников 12500, я думаю, что все-таки для объекта 752 ценник великоват. Хотя, как показывает количество уже проданной техники, он пользуется популярностью. Я думаю, что машинка на любителей, поэтому не могу сказать рекомендовать или не рекомендовать. Что могу сказать по топ-5 машин, конкретно из первой волны. Ребят, однозначно, конечно, Чифтейн как 10 уровень. Что касается фановости, это однозначно Могильщик. Что касается того, чтобы получать действительно удовольствие от игры и при этом еще и неплохо фармить, это однозначно на сегодняшний день Химера. Что касается хорошей кустовой игры, однозначно СУ-130П. Но все эти машинки, ребят, необходимо приобретать, по моему скромному мнению, тогда, когда вы готовы купить машиночку буквально сразу после первого, максимум второго снижения цены. Потому что потом их просто разберут. Во-первых, а во-вторых, будьте готовы к тому, что эти машины и так выставляются на продажу. Поэтому не торопитесь их брать прям за первый попавшийся ценник. А так, в целом, ребят, машинки очень годны. Все обзоры свежие, которые у меня есть на машины из первой волны, будут в описании к видео в виде, ребят, ссылочек. Заходите по ссылкам, смотрите обзоры на машины. Они абсолютно честные, но и абсолютно открытые. Я постараюсь снять новые обзоры, прям совсем-совсем с пылу-жару выложить их. Но это уже, честно говоря, задачка не из легких, потому что у меня периодически отключают электроэнергию. Соответственно, очень сложно подстроиться немножко под график. Что касается ссылок изначальных, которые я могу дать. Т26Е5. Вот сейчас вылетает подсказочка в обзорчик на Т26Е5. Максимально, ребят, свежий. Что касается СУ-130ПМ. Вот, пожалуйста, с ссылочком. Заходите, смотрите. Честный обзор, максимально честный, насколько он только может быть. Кунзе Панзер. Сейчас вылетает с ссылочком. Заходите, смотрите, тоже честный обзорчик. Химера. Максимально свежий обзорчик. Сейчас, ребят, по ссылочке. Запрыгиваем, смотрим. Что касается могильщика. У меня огромное количество видео по могильщику. Я обожаю этот танк. Вот прям совсем-совсем. У меня аж лицо от него трусится. От удовольствия игры на этой машине. Вот, пожалуйста, ссылочка на один из видосов. Больше видео в описании к данному видосу. Заходите, смотрите по всем ссылкам. Получите удовольствие. Что касается Дракулы. Пожалуйста, вот ссылочка на обзорчик по Дракуле. Ну, вот какой он есть. Вот в таком виде вы его увидите. По Бой Ресквайю, я бы сказал так, в ближайшее время должно быть видео на канале. Поэтому, ребят, подписывайтесь на мой канал и не пропустите обзор на этот танчик. И, соответственно, на все остальные, которые я буду выкладывать. И что касается Чифтейна МК-6. Вот сверху подсказочка на видосик. Заходите, смотрите. Я думаю, вы поймете, подходит ли вам эта машина. Нужна ли она. Ну, и плюс к тому, ребят, есть еще в описании дополнительные ссылки на Чифтейна МК-6. Для того, чтобы, ну, прям вы смогли всесторонне оценить данную машину. Потому что ценник все-таки в 17,5 или даже в 16,5 тысяч. Согласитесь, это вам не мелочь. Поэтому, ребятки, смотрите честные обзоры. Не ведитесь на обзоры именитых ютуберов, которые будут вам рассказывать, что прям все вот эти вот машины стоит брать. Нет, ребят, далеко не все из этих автомобилей на сегодняшний день являются играбельными. Допустим, тот самый ИС-3 защитник. Честно говоря, ему золотая цена на сегодняшний день 1006. Это вот прям потолок. Я больше чем уверен, что он останется одним из последних, которого не разберут в первой волне. Я думаю, что за первую волну однозначно, ребят, однозначно, как только будет снижена цена два раза, однозначно улетит Химера. Однозначно, ребят, будут забирать Чифтейна. Все остальное, но очень большого любителя, в частности, тот же самый Могильщик. Я думаю, что Косарей за 8 тоже, ребята, его разберут. Поэтому готовьтесь, ребят, к тому, что вам необходимо будет уследить. Ну, а следующее снижение цены, ну, в зависимости от того, когда вы смотрите видео, лучше ориентируйтесь по своему игровому устройству. Ну и там, соответственно, смотрите, сколько времени осталось. Повторюсь, ребят, если вы за честные обзоры, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Я буду вам безумно, ребят, безумно благодарен за поддержку канала. Я очень сильно хочу, чтобы к Новому году я собрал 5000 подписчиков и буду этому безумно-безумно рад и безумно-безумно счастлив. Если вы можете финансово поддержать канал, тоже буду безумно-безумно благодарен. Пожалуйста, есть ссылочка в описании. Сбрасывайте свои донатики. Ну и, соответственно, дадите мне возможность снимать все новые-новые честные обзоры. На данный момент у меня все, ребят. Всем приятных покупок. Как только будет что-то новенькое, обязательно сразу выкладываю. Подписывайтесь, и вы это не пропустите. Всем пока-пока. Мира вам и спокойствия. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...